Вы это слово скажите кому-то, что сейф, да, сейф, все знают посерная. А что сейф? Будут называть сестерскохозяйственной культурой. И гречка, и то, и чего только нет. А слово, что сейф? Вы думаете, вас поймут, о чем вы говорите? Слово. Ты о чем говоришь? А только одно и сеется надо, слово, а все остальное это естественно. Даже падает, вот смотришь, прошлогоднее где было подсолнечник, нарастает, там упало где-то, прозимовало ведь. А слово Божие необходимо сеять. И обязательно должен быть сеятель, само оно не сеется. Вот сейчас прочитали апостольское чтение. Его читают сегодня во всех православных храмах мира. Нам, последним посланникам. Каким посланникам? Когда послан-то нету. Бог предназначил быть как бы приговоренными. За что? Понимаете, вопросы простые. Почему нормальные люди живут? Почему этим посланникам-то нельзя нормально жить? Ну нормально живет патриарх, его охраняет милиция, президент с ним рядом, дарят иконы друг другу. Почему нормально не могли жить эти посланники-то? А они отвечали царей, начальствующих. А сегодня слова не скажут. Ведь сегодня абсолютно антинародный режим. Разграбили государство. 70 лет работали бесплатно, и внезапно все отдали, все разбезли, все по заграницам. И все это официально пишут. При открытых шторах безумно пируют. Почему патриарх еще не говорит? Почему митрополиты молчат? Губернаторам не идут. Ведь изменить обстановку можно, а не бесновация. Нам, если человек так не делает, когда другому есть нечего, а тот, говорит, получает в 3500 раз больше. Министр просвещения у нас получает больше учителя в 3500 раз. Ну что это, разве нормально? Я вам говорил только один. Алюминиевый магнат каждый год получает прибыль 240 тонн золота. Когда на зуб человек долго не достанет. Тонн. Вот почему апостол Павел и говорит об этом. Нам, последним посланником, Бог назначил так. Но он так думал. Мы знаем, они были еще не последние. И у вас тысячи наставников. Каких наставников? Ни одного нету. Сегодня-то сказали. Я родила. Да никто и не родил. Люди этого рождения не знают. Рождение свыше возможно только от Бога, от Духа Святого через слово. Все эти, все эти семя. А как растет, мы не знаем. Встает, смотришь, зелень появилась, прокленулась, дальше идет в колос. В первом послании Петра 1.23.25. Как возрожденные. Не от тленного семени, но от нетленного, а Слова Божия, живого и пребывающего во век. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как свет на траве, засохла трава и свет ее опал, но Слово Господне пребывает в обед. А это есть то Слово, которое вам проповедано. Не просто Слово Библии на полочке стоит, а которое вам проповедано. Еще сегодня могут сказать священники, да, это Слово Божие, которое проповедано, не думай, через запятую. Оно проповедано. Когда ты в последний раз проповедовал? И как проповедовал? Слово Божие живо и действенно. До разделения души и духа со салфу мозгов. Оно по мозгам бьет. Оно по суставам бьет. Оживотворяет. Оно массаж делает человеку. Придумали лечить иглоукаловника. Слово Божие это все есть. И уголает, и глубинные, при том до самой глубины сердца достает. Вышел сеять, и сеять. Слово сеять. Сегодня будут говорить на эту тему. Но сеять никакого нет. Сеять надо, чтобы все сеяли. Не так, что один в деревне бы сеял, а другой не сеял. Вот как наступает весна, переполнены электрички. Все едут с котомками, покупают семена, сажают с надеждой на осень. Я встречал людей с званием. Он полковник, помогал мне вести занятия в летном училище. Гляжусь, с тяпкой стоять. Я говорю, а что? Не хватает. Все работает. И сеешь. Да. Работают все на земле. Земля несет нравственное начало. Столистин говорил. Так вот, с человеком, когда работаешь, это почва, земля, куда ты бросаешься. В этом нравственное начало. Уча другого, я сам учусь. Смотря как человек тот не принимает или не понимает, я сам вспоминаю, где бы я был. А если услышав, почему, так мало плода. Говоря другому-то, мы сами ведь учили. Вот вам доказательство, если Господь позволит сегодня крещение. Наша сестра, она очень активная. И нашли ее, не мы, а сам Господь, через случайный разговор в магазине. Дальше она начала сама искать. Такая активная. И вот, смотри, ее выгоняет, она едет. Пришла, закупила все книги, это три с половиной тысячи надо было отдать ей. Закупила, повезла, ее выгнали. Она с одним из них обратно горнулась. И опять ждет. Год прошел, она опять поехала. А если мы сидим на одном месте, у нас еще не будет. Не надо думать, что для нас Бог ограничил тем, что мы находимся здесь. Мы тоже последние посланники. И нам тоже Бог верил. Но мало что тысячи наставников. Павел говорит, я родил вас. Когда кого ты родил? Сам себе ставь вопрос. Ну, сказал он патриарх, а я родил президента духовного. Вот бы здорово было. Он обратился бы, президент этот. А сегодня только вылавливает. А у президента Дмитрия, жена еврейка, Светлана. Как вы думаете? Глава, если она еврейка, состоит со свечей. Истинно еврейка со свечей стоять не будет. Она должна мимо храма пройти, прюнуть и сказать, чтоб ты провалился. Идольское капище. А она стоит, значит, она хрещеная. Надо только радоваться. Возвестить истину. Дать им понятие о Христе. Что мы верим в того Христа, который пришел по обетованию. Ну, кто пошел и рассказал? У меня доступа туда нет. А я вижу, с ним рядом стоят священники, архиереи. А ведь никто не скажет. Все зажали. Ты не цени свое положение. Пусть меня сегодня выгонят. Но я скажу, что должно. Заметь, Иоанн Хреститель. Дошел до Савяки. Не должно тебе иметь жена. Она незаконная. Смотри, какие красавицы израильские. Сколько евреев, красивых евреев тебе. Бери любую. Нет, у брата жену отнял. Не должно иметь пример дурной. И он говорил до тех пор, пока голову ему не оцепли. А сегодня церковь отмечает память усекновения главы пророка и претещения. Надо идти. Надо сеять семя всюду. Колодам 1, 5, 6. В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благоествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божией в истине. И все, говорит, мы вам проповедовали, вы слышали прежде в истинном благоествовании, а если вы не слышали, какой плод, как и Павел ждал, вы это не посеяли. Дачи заросли бы все терновником, в огородах ничего не было, поля бы кустовали. И как и во всем мире, и приносит плод. Что слово? Мы православные не приучили к этому. Я вам говорю, как вот сейчас новая сестра, мелкие десятики. Бабушка только пришла, говорит, я верю в Бога, пока я вот здесь сразу заявил задание, чтобы 12 человек привела сюда. Обратятся, нет, но приведи их сюда, надо к нам, на собрание. И она говорит, я вовсе нашла, пока нет, сегодня утром только встало рано, некогда им пойти к своим, мне надо еще четырех найти. Вот какое им задание. Быстро растущие, самые быстро растущие общины. По 10 тысяч человек. И снимки показывают, они приходят, сережки, ожерелья, кольца, все отдают, все, все абсолютно себя жертвы. Так они верят. Ну разве нам нечему поучиться здесь? Исайя 32, 20. Блаженную и сеющая при всех водах. И посылающая туда вола и осла. Надо всюду везде сеять. Вот наши волы и ослы сегодня поедут туда. Ну пусть через наших ослов Бог там свое дело сделает. Сегодня мало людей, завтра будет может больше. Мы попросили всех, кто был в прошлый раз, 9 человек, чтобы они другим позвонили, сказали. Ну вот погода хорошая, все на огород бросились у них. И сказали, но все равно кто-то придет. И мы их уже не можем оставить. Иногда мы ошибаемся у нас в университете. И вдруг говорят, университет будет закрыт, потому что праздник завтра. А мы пропустили это. Мы все равно обзвоним своих на одного человека на дежурство, чтобы случайно кто-то с города придет. И мы его не толкнули, сказали, у нас сегодня занятия нет. Он подойдет, а в другой раз он не придет. Что может, да, ему пригласили на следующий раз. Здесь особенно надо быть внимательным. Это младенец. Он только-только ищет еще. Лука 8.11. Вот что значит притча съесть. Семя есть Слово Божие. Не просто Слово, а Слово Божие. Слово Божие нельзя сеять, если его нет. Значит, оно должно быть. Хорошо, когда у каждого есть Слово Божие. Вот маленький ребенок. А вы старайтесь, чтобы у него был свой Новый Завет. Чтобы он чистыми руками открывал. Закладка была, никаких отпечаток не было. И продвигался вперед. Дома сам открывал Слово Божие. Если у вас нет, придите ко мне. Я вам подарю и Евангелие, и Новый Завет. Нас обильно Бог благословил. Сделайте детям своим подарок. Я вам говорю. Один стих, ты можешь выучить. Давай вместе, запиши один стих. Нашел хороший стих. Звучи на язык. Запомни, глава такая, стихой. Вмонтируйте в сознание детей близость Господа к ребенку. Что Бог любит. Чтобы с ним Бог заговорил. И он говорит, да, я много считал родителей. Но потом сам как проснулся, я понял, что это мне Бог говорит. А если бы он не слышал, он бы эти слова не сказал. И какую веру Бог дает. Ты увидишь, как ребенок начнет меняться. Марк 2.2. Тотчас собрались многие. Так что и у дверей не было места. И он говорил им слово. Мне Бог позволил и это испытать. Когда я вел занятие в Астамзаре, это по 700 примерно человек, и негде было. И мы договаривались, что на занятия приходят. Аудитория у нас не такая большая, у нас 100 человек. То наши, которые уже покаялись, приняли крещение, чтобы в коридоры выходили. А сейчас у нас на третью часть пусто. А почему? Все в храм ходят. Всех отбили попы. Всех. Я говорил им, встречая в горы, не ходила, ходила. А на исповеди сказал, что священник, он сказал, больше не ходи, иначе запрещать тебя не допущу. А ты ходишь, а в церковь ему дали ходят. И попа ее не ищет. Разбойник. Волк, ну ты вот сожрал ее. И она радуется, что у меня в доброе время было, я ходил к вам, священники отбили. Ни коммунисты, нет, ни кришновидцы, ни мусульмане, попы. Сегодня самая большая опасность от священников. Это напасть какая-то на Россию, да видимо на других. А что делать? Спросить. И Бог что-то сделает. Я не знаю, что. Страшно сказать, но Бог будет принимать какие-то экстренные меры. Как в Израиле было. Собрал их всех и убил, как порог Илья. Как было в 37-м году. Мгновенно приходили, арестовали и кужа расстреливали. Даже до суда не доводили. Матфея 13-19. Костяковому, слушающему слово о царстве и не принимающему, приходит лукавый и похищает. Это тайное. За нашими ушами, за нашими глазами, за нашей спиной делается. Мы не видим. Сидишь, продремало, ничего не услышало. А сзади стоит лукавый и стучит копытами. Все отнялось. Ты скажи, что я сегодня говорил. Выйдут из храма, не знаю, с плащущими, плакать, с радующими, с радостью. Но это легко запомнить. И вставать, сеете, славу сеет. А дальше говорится, сеете, сеете, Слово Божие. Чтобы Слово Божие заговорило с нами, сразу встать тебе. Когда ты услышал первый раз Слово Божие? Как ты к Нему отнесся? Кто тебя убедил в этом, что Слово Божие? Как ты стал правильно понимать, кто истолковал тебе Его? Вот она же, Слово Божие.